Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей «Саров-24» в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. И снова по нулям. В Сарове не выявлены новоизразившиеся коронавирусы. Пьяный за рулем, преступник. Сотрудники госавтоинспекции провели операцию «Труба». По видеосвязи. В молодежном центре возобновились занятия в дистанционном формате. Далее расскажем обо всем подробно. Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса уже этой осенью или зимой. Обычно с началом похолодания наблюдается вспышка респираторных инфекций. Это может касаться и коронавируса. При этом специалисты считают, что из карантина необходимо выйти как можно раньше. Свежий воздух поможет людям восстановить иммунитет. Но отменять ограничения следует постепенно. В России количество выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших. Всего в нашей стране зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Полностью излечились от COVID-19 более 85 тысяч человек. Умерли 2 972 человека. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни. В Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались еще 4 человека. Таким образом, общее количество летальных случаев достигло 49. У погибших в течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Всего в Нижегородской области зарегистрировано 7209 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1637 человек выздоровели. Под наблюдением врачей остаются около 4000 человек. Есть выздоровевшие и нет новых больных. Третий день количество заразившихся коронавирусной инфекцией соровчан держится на отметке 90 человек. А вот число вылечившихся растет. Их уже 48. Один из пациентов Приложского окружного медицинского центра также пошел на поправку. У одного, первого, кто туда попал, очень тяжелого, я о нем рассказывала, улучшение. И он из разряда тяжелых перешел уже в средне-тяжелые. Его вытащили из достаточно серьезной ситуации. Он в реанимации лежал, он был на искусственной вентиляции легких. Но сейчас ему становится лучше, и уже ставится вопрос о том, чтобы его направлять назад. Также Ирина Игнатьева рассказала о существующей в Сарове лабораторной базе по выявлению заразившихся коронавирусом. В частной клинике делают не только тесты, но и проводят анализы. Для определения людей, у которых есть антитела, и сформировался иммунитет COVID-19. Вот эта цифра, которая у нас будет появляться, она нам будет говорить об иммунной нашей прослойке, в которой будут люди, имеющие вот так называемый перекрестный иммунитет, плюс люди, кто на самом деле переболел. Это тоже хорошая для нас с вами новость. Но такое затишье и отсутствие новых случаев заражения среди соровчан, по мнению Ирины Игнатьевой, должно настораживать. Она считает, что одной из причин может быть то, что люди скрывают признаки острых респираторных заболеваний и переносят болезнь на ногах. Главный санитарный врач Сарова предупредила горожан о том, что самолечение чревато осложнениями заболевания. Выпускной онлайн и неясность со сроками сдачи госэкзаменов. Старшеклассники, ждавшие и целый год готовившиеся к главному событию юности, возможно, останутся без торжественных мероприятий, трогательных речей на пороге альма-матера и последним тренем школьного звонка. Но у каждого свое мнение на этот счет. Еще в сентябре на своей последней школьной линейке 11-классница Юлия Бурова знала, с какой прической и в каком платье она пойдет на выпускной вечер. Девушка представляла, как шагает по красной дорожке за золотой медалью, поет выпускную песню на сцене и танцует вальс. Теперь Юля огорчается, что ее мечтам, скорее всего, так и не предстоит сбыться. Все года проводили выпускной. Когда его отменяют, это, во-первых, очень обидно, несправедливо. Но можно же провести после пандемии, перед поступлением в институт, но нельзя его отменять. Я все-таки надеюсь, что администрация города Сарова нас поддержит, скажет, ребята, мы вас пожалеем, давайте сделаем вместе городской выпускной. А вот Артем Белавин говорит, что за время учебы были проблемы и посерьезнее, чем отмена выпускного. В девятом классе всему потоку пришлось сдавать русский язык устно. Потом закрыли родную школу на ремонт, теперь еще и дистанционный ЕГЭ. Впрочем, молодой человек считает, что государственные экзамены 11-классники все же будут сдавать в офлайне. Мне кажется, дистанционный ЕГЭ проводиться точно не будет, потому что, ну, тут шансов и списать больше, и как бы контроля меньше. Ну, скорее всего, это будет как примерно обычная сдача ЕГЭ, только детей будет меньше сидеть в классах, в помещении будут соблюдаться все эти нормы. В этом году последний звонок для девятых и одиннадцатых классов пройдет в ставшем уже привычном режиме онлайн. В этом случае трансляцию местна, в отличие от выпускного вечера. Его в онлайне не перевести никак. Пока решение об отмене главного события года для выпускников не подписано, поэтому праздник еще может состояться. В любом случае, ребята настроены отметить окончание школы после снятия режима самоизоляции. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В Нижегородской области возобновляют проведение экзаменов на водительские права. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. Вместе с тем, в регионе разрешили проводить экзамены по замене иностранных или международных водительских удостоверений на российские. Все граждане, идущие на аттестацию, должны иметь при себе QR-код. Кроме того, при проведении экзаменов будет соблюдаться социальная дистанция не менее полутора метров. За исключением сдачи практики. Также нижегородцы обязаны быть в защитных масках и перчатках. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Самозанятым вернут налоги за 2019 год. Деньги автоматически перечислят обратно на карту. Об этом на совещании у президента рассказал глава Федеральной налоговой службы Данил Егоров. По его словам, в общей сложности помощь получат почти 700 тысяч человек. Для справки. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан работает в отдельных регионах России, в том числе и Нижегородской области, с 2019 года. Он позволяет тем, кто трудится сам на себя, не связываться с бумажной волокитой, а платить налог по простой и понятной схеме. 4% для тех, кто работает с гражданами, и 6% для оказывающих услуги юридическим лицам. Департамент по делам молодежи и спорта приглашает сыровчан присоединиться к всероссийской акции на работу на велосипеде. В условиях коронавируса она приобрела особую актуальность. Велосипед позволяет минимизировать физические контакты с окружающими и в то же время помогает удовлетворять минимальную потребность в ежедневной физической нагрузке. Укрепляет здоровье и не вредит экологии. Ездить на велосипеде во время пандемии рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Многие города мира рекомендуют пользоваться велосипедом вместо общественного транспорта. В Саровском физико-техническом институте НИЕОМИФИ стартовал День открытых дверей 2020. В условиях пандемии все мероприятия запланированы в режиме онлайн. Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо вступить в группу ВКонтакте приемная комиссия Сарфаты НИЕОМИФИ и зарегистрироваться на странице День открытых дверей 2020. В Сарове прошла профилактическая операция «Труба». Ее главная цель – обнаружить водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД останавливали весь проходящий транспорт. Чтобы проверить на трезвость максимальное количество человек и убрать с дороги нарушителей. Подробности далее. В этом году на дорогах Сарову произошло два ДТП по вине пьяных водителей. Погиб в такой аварии один человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Чтобы предотвратить новые трагедии, сотрудники ГИБДД периодически проводят в городе операции нетрезвый водитель и «Труба». Первую устраивают вечером или ночью в выходные и праздничные дни. Вторую проводят по утрам в будни. Максимальное количество транспорта останавливаем, проверяем документы, а также иные грубые нарушения, которые можно выявить. То есть не имеющие права управления, лишенные водительского удостоверения. Для большего охвата операцию проводили двумя группами по шесть человек. Автоинспекторы останавливали всех, кто проезжал по дороге на ТЭЦ и около 87-го здания. Именно там в утренние часы проходит максимальное количество машин. В среднем во время таких операций выявляют одного-двух пьяных водителей. Если водитель находится с признаками опьянения, не обязательно алкогольного, может быть, наркотическое опьянение. То есть водитель отстраняется от управления транспортным средством. И ему предлагается пойти освидетельствовать на состояние сначала алкогольного опьянения, ну а дальше по итогам освидетельствования уже принимается решение соответствующего. Штраф за езду в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей. Также водителю грозит лишение прав сроком до двух лет. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. После длительного перерыва молодежный центр возобновил работу учебных групп и объединений. Педагоги встречаются со своими воспитанниками в сети интернет, дистанционно читают лекции, отрабатывают танцевальные движения, контролируют выполнение физических упражнений, учат создавать видеоролики и презентации. Подробнее о том, как построены занятия, расскажем в следующем репортаже. Уроки в Зуме, беседы в мессенджерах, онлайн-акции и совместный просмотр фильмов в соцсетях. После полуторамесячного перерыва в молодежном центре возобновили занятия учебной группы встречи клубов по интересам. Подстраиваться под новые реалии, сообщая, искать формы взаимодействия, пришлось и педагогам, и их воспитанникам. Все достаточно спокойно к этому отнеслись, понимая, что это творится не только у нас, происходит не только у нас в городе, это происходит и во всей России, и во всем мире. Приходится подстраиваться, действительно, искать новые методы. Причем, с одной стороны, даже где-то есть же большие плюсы в этом. Во-первых, новые формы работы. Новые идеи, кстати, нам подкидывают сами ребята. Клуб для людей с ограниченными возможностями «Лотос» тоже перенес свои занятия в онлайн-режим. Вместо встреч в тесном кругу за чашкой чая ребята заходят в интернет, по видеосвязи учат друг друга создавать поделки, обсуждают последние новости, делятся кулинарными рецептами и придумывают варианты совместного досуга на расстояние. Опять же, решили сделать, что каждый вечер кто-то, ну там по очереди, да, они выкладывают вечерний кинопоказ такой у нас есть. То есть интересный фильм. Сначала это был просто фильм, да, который они любили, который, ну там, нравится им, да, который они рекомендуют посмотреть другим. Потом мы поняли, что есть календарь событий, который как раз канал 16 выкладывает, да, почему бы не привязать, ну не искать фильмы под какое-то событие, которое происходит в этот день. Помимо клубов в молодежном центре есть учебные группы по плаванию, бадминтону, танцевальная студия. Они также вернулись к работе. С их занятиями сложнее, тем не менее, педагоги нашли выход. Пересмотрели учебные планы и сделали акцент на общую физическую подготовку, гимнастику и дыхательные упражнения. Также подключают специалистов из других городов. Например, на прошлой неделе у нас был устроен семинар с четырехкратными чемпионами России по стандарту. Также было интервью с многократной чемпионкой мира по латиноамериканской программе. В ДЭКе занимаются около 50 ребят от 4 до 16 лет. Взрослые выполняют задания сами, малышам помогают родители. В режиме видеоконференции преподаватели отслеживают и поправляют ошибки. Главный плюс таких занятий – поддержание физической формы. Для этого требуется немного пространства и контроль со стороны педагога. Но все-таки дистанционные уроки – неполноценная замена настоящим. Единственное, что не все, особенно взрослые ребята, поскольку им в силу возраста и сложности элементов нужно больше места, не каждый элемент можно исполнить в домашних условиях. То есть, например, европейская программа подразумевает очень активное продвижение. Соответственно, в условиях квартиры мы можем отрабатывать лишь некоторую часть упражнения для поддержания формы. Не хватает также прогонов, когда под музыку ребята исполняют всю программу без остановки. Тем не менее, даже такой формат занятий, как признают педагоги и ученики, лучше, чем ничего. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Неизвестные факты о банковском ансамбле. Сотрудники Волга-Вятского управления Центробанка России провели дистанционную экскурсию по Государственному банку на Большой Покровской. День открытых дверей в онлайн-формате приурочили сразу к двум событиям – дни его открытия и всероссийской акции «Ночь музеев». О царской комнате, золотом запасе страны и уникальных люстрах исторического здания смотрите далее. В это зеркало на первом этаже смотрелся Николай II. Строительство банка было приурочено к 300-летию династии Романовых, и император был на его открытии. Художественным оформлением здания занимались столичные подрядчики. Красивое многоцветное изразцовое оформление зеркал и парадной лестницы было выполнено петербургским мастерами. Яркая и сказочная майолика – одно из лучших интерьерных украшений здания. Оформлением уникального шатра и парадных дверей занимался придворный поставщик Михаил Овчинников. На втором этаже со вполне мирными аллегорическими образами денежных металлов, платины, меди и серебра соседствуют облаченные в доспехе золото. Мини-экскурсию во время пандемии провела Мария Мохова. В Первую мировую войну именно в это здание была привезена значительная часть золотого запаса страны на сумму около 400 миллионов рублей. И отсюда, спустя несколько лет, 96 тонн чистого золота отправилось в сторону германской границы, как уплата за Брест-Литовский мирный договор. В так называемой царской комнате изображено восхождение на престол первого из династии Романовых Михаила Федоровича. Самая впечатляющая роспись по эскизам художника Ивана Билибина покрывает своды большого операционного зала. На потолке между гербов и геральдических орлов висят люстры, каждая весом более 500 килограммов. При этом в центре помещения нет никаких опор. На рискованном, на первый взгляд, инженерном решении настоял архитектор Владимир Покровский и дал письменную гарантию, что люстры не упадут. У конструкции свода довольно прозаичный собрат. Потолок представляет собой прикрепленную к металлическим балкам сетку рабицы. У дачников она стала популярной уже к концу 20 века, а здесь с 1913 года без всяких ремонтов поддерживает 800 метров потолка. Помимо телевизионной версии для ценителей искусства и истории, в Волговятском главном управлении Банка России подготовили расширенную экскурсию и интерактивную игру. Найти их можно на сайте Банка России и на странице Волговятского главного управления. В прошлые годы в день открытых дверей здания Государственного банка посещали тысячи человек. Учитывая, что сейчас интерактивная игра и видеоэкскурсии выложены в интернете в свободном доступе, этот рекорд, хотя и виртуально, легко может быть побит. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...